Всем привет! С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Вообще, может быть, я человек отсталый, но я лишь недавно узнал, что Google не только отслеживает все мои передвижения за все время пользования мобильным, это понятно, но он еще и ведет отдельную хронологию, рисует маршруты, вставляет личные фотки, если они есть, отмечает время и так далее. Как это все увидеть? Заходите в гугл карты, в меню выбираете хронологию и вуаля, как пелось в песне группы Дайте танк. Перед вами все точки, которые вы посетили за все время, пока у вас был телефон с авторизацией в гугл. Сам гугл утверждает, что этого недостаточно, вы должны были еще согласиться на это, но в какой момент вы поставили эту галочку о согласии неизвестно. Зайдите в хронологию, с большой долей вероятности вы тоже на это согласились. Сначала о плюсах. Вот, например, можно посмотреть, где я был в девятнадцатом году. Точки, кстати, почти не меняются. Я верен традициям. Больше всего мест, требующих исправления, вот, а значит в этот период я посетил много разных мест. Вот, например, Санкт-Петербург. Где это я был? А, это я уже ехал в Печоры. Вот. Тут отмечен мой путь за 21 июля. 370 километров на машине и целых 400 метров пешком. Вот весь мой путь следования, причем в какой-то момент мы сфоткались и это тоже отмечено в хронологии. Также хронологию можно посмотреть за отдельный месяц или день. Вот это мы были в Питере. Ходили, ходили, ходили. Тут ехали на автобусе и как вот он понял, что мы ехали именно на автобусе. Ну и также все фотки по пути следования. Не думал, что я столько сфоткал. Все расписано по минутам. Это восемнадцатый год. А, это я летал в Нальчик. Самолет. Причем видно как летел, при том, что телефон я по-моему отключал. Тоже фотки. А вот это красиво. Это Эльбрус над облаками. Итак, что можно делать в хронологии? Ну, во-первых, можно удалять фото, если вы вдруг понимаете, что они вас компрометируют. Ну непосредственно это нормально. Далее можно отменить те места, которые вы не посещали. Или не хотите, чтобы родные или неродные знали об их посещении. Из хронологии они пропадут, но понятно, что в гугл они останутся. Хотя есть надежда, что тоже пропадут. Так, это я был. Это был. А, вот тут не был. Отменили. Итак, плюсы есть. Теперь о минусах. Ну, я думаю, тут комментарии излишни. Хотя эта информация закрыта и вроде как только вы можете ей пользоваться. Но понятно, что если это есть, то этим могут пользоваться многие. По меньшей мере те, кто взломает ваш аккаунт. Можно ли отказаться? Да. Вам нужно зайти в свой аккаунт и конфиденциальность и персонализация. Тут, кстати, вообще можно посмотреть, а что они про вас знают и от чего можно отказаться. Но мы зайдем в историю места положения и просто отключим эту галочку. И на этом все. Гугл умывает руки и говорит, уж не знаю, насколько можно ему верить, что вести хронологию он не будет. И я, кстати, эту галочку отключать не буду. Мне скрывать нечего. Не знаю, как к этому относиться. С одной стороны, забавно. Всегда можно посмотреть, где был вчера, даже если ничего не помнишь. Собственно, ведь не только ты можешь это посмотреть, но и жена, и начальник, и… Бери выше. Все, любите друг друга. Иногда, глядя на развитие технологий, хочется вернуться в девятнадцатый век. Но не часто. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте вопросы в комментариях к этому видео и пишите нам о том, что еще вы хотели бы узнать в теплице социальных технологий.